Добрый день! Мы сейчас находимся, приехали на еврейское кладбище города Саратова. Дело в том, что с этим помещением, с залом прощания, у меня связана такая личная история, очень близкая. Пятнадцать лет назад здесь, в Саратове, умер мой отец. Я уже жил в Израиле, прилетел на Побране, и встал вопрос, как, собственно говоря, сделать все по закону, как сделать все по правилам и обучениям, которые приняты в Иеруси Каганава. Со мной прилетел из Москвы совершенно чудесным образом парень, которого зовут Монат Витисанова, попрощаю вам, живет и здравствует сейчас во Франции. И он тогда выручил эти законы. Я тогда в этих законах вообще, в принципе, не разбирался, потому что не принято учить эти законы, пока они не лимаются, пока их не нужно исполнять. Есть даже традиция от Робеки Вегера, что он не отвечал на эти вопросы все то время, пока он сам ему это был неактуален. Понятно, что Равин на месте должен к этим вопросам всегда относиться внимательно и имеется в виду человек, у которого нет ответственности Равинцам. Равинцам. Так вот, мы прилетели в аэропорту, домотдела нас пытались ограбить, совершенно чудесным образом мы поднялись на самолет, и я и его отдыхает свинь. Как бы убежали от этих грабителей, уже мы прилетаем сюда, мы начинаем думать, где, собственно говоря, можно правильно сделать, правильно омыть тело, правильно одеть его в Савану. Тахрифин, как это называется на еврите. Тахрифин я привез из Израиля, их сделал для меня мой учитель, поехал в будные браки, привез, дал свой личный талис, который был его для того, чтобы завернуть моего отца. Тахрифин я привез. И вопрос, как и где это можно было одеть. И дело в том, что почему нам было так важно. Во-первых, потому что это Аллаха. И раз это написано в Аллахе, значит, это нужно делать. Но прежде всего нужно знать, что традиции еврейских похорон так же важны, как и традиции жизни по Торе, так же и традиции смерти по Торе. Они выражают какие-то глубокие внутренние и настоящие вещи, которые происходят с душой. Например, когда делают тагара. Тагара – это очищение дословное. Или когда моют тело, соответственно, законом, то оказывается, душа, которая состоит из органов, точно таких же, как и тело, оказывается, она отмывается от грехов, как это происходит. Это сложно понять, да? Потому что, как бы, идея должна отмыться, нужно сделать, раскаяться. Но, в общем, Альпика Бала, да? Есть такая традиция, что Тара, она очищает человека. Это очень важно для души. А Дет в Тахрифин одежда это тоже создает какую-то определенную защиту для души. То есть, то, что происходит с телом после смерти, это очень важно. То есть, все это уважительный момент, как к нему относятся, это очень-очень важно. Поэтому мы думали, раз сидели вечером перед похоронами, и, ну, в Сарате у нас не получилось похоронить до захода солнца. Ну, опять же, в Балахе написано, что если похороны задерживаются, и человека хоронят не до захода солнца, тот день, когда он умер, а позже, из-за того, что хотят дать почет ему, то это разрешается. И вот мы сидели, ломали голову, думали в ванной. В ванной у нас дома было совершенно нереально сделать Тайрой, это Тахрифин. И тогда встал вопрос, что оказывается, на кладбище построено какое-то здание. И никто не знает, как бы, в принципе, зачем оно построено. Но, может быть, можно будет там как-то привезти туда тело и посмотреть, может быть, там сможем организовать Тайра и отдельно Тахрифин, привезти воду. Вода, вроде бы, там есть колонка, вот здесь вот, привыкли из зданий. Может быть, можем все это на месте организовать, как бы, раз молодых и цвет узнают. В общем, мы выезжаем сюда, и оказывается, что это место не просто какое-то новое здание, кто никто не знает, а это именно и есть бейта-тайр. Мы тогда это никогда не знали, потому что тогда, до 2000 года, Саратовия, если бы корон не было. Ну, после, там, 37-го года, когда закрыли синагогу. И вот мы приезжаем сюда, и оказывается, что здесь есть бейта-тайр, да. Сейчас вам покажет, человек, который помогает нам снимать, да, большое ему спасибо, вот покажет этот бейта-тайр, да, вот это вот, этот столик, и тогда все это здесь подготовлено. Смотрите, здесь есть вода, и так далее, все что, стол, на который кладут тело, для специального омывания. Окей? И вдруг мы понимаем, что вот это вот место, оно специально построено для этого. Для нас это была просто такая рука Всевышкина, да. Наша рука Всевышкина, мы совершенно не знали, ума не могли приложить, где мы сделаем. Оказывается, вот это место, это зал прощания, и сразу рядом с этим есть место бейта-тайра, место для очищения, и мы смогли, Бару Хашем, мой папа заслужил, заслужил быть похороненем по-еврейски. И более того, старики, которые присутствовали на похоронах, было огромное количество людей, друзей моего отца, они приехали сюда, и старики, которые увидели, не сказали, мы хотим точно так же, мы хотим тоже еврейские похороны, с закрытым лицом, без того, чтобы мертвый не представлялся на обозрение, да, стайрест, хрифинг, хотим также умереть по-еврейски. И после этого Равн Хоэль Фрумин, Равн Хоэль Фрумин взял эту инициативу на себя, и выучился, выучил эти законы и практику, начал это делать, дай Бог, чтобы нужно было делать как можно меньше, но уже много раз это стало актуальным в Саратове, то есть мой папа стал таким первопроходцем, он, в принципе, всю жизнь был всегда первопроходцем, всегда старался делать все первым, и даже вот эта вот его смерть стала, он не изменил своим принципом, он был первым тот, кто умер по-еврейски. И, в принципе, про него можно сказать, что он осветил Всевышнего и Всевышнего своей смертью. Дай Бог, чтобы слова только, которые мы здесь сказали, о том, как важно еврейские похороны, как важно выполнить все нюансы Аллахи, дай Бог, чтобы это было для поднятия его души. Аминь. Большое спасибо. До свидания.